Для жирной печени нужен жир, чтобы оздоровить печень и убрать ваш лишний жир из организма. Ошибка многих людей заключается в том, что они верят в то, что жир в их питании делает печень жирной и дряблой. Что жир вреден для печени, как и для сосудов. Нет, это не так. Жирной печень становится из-за избыточного количества быстрых углеводов в вашем питании, то есть сахаров, особенно фруктозы. Именно излишние в плане калорий моносахариды, глюкозы и фруктозы преобразуются в жировую ткань, а собственная жировая ткань не сжигается, пока человек не берется за ум и не берет себя в руки, так сказать. То есть не перестает меньше есть, особенно сладкого, не перестает есть вечером, а в идеале нельзя есть после 16, ну 18.00, пока не начинает больше заниматься физическими нагрузками, особенно на поясничную зону, зону живота. Это сгибание-разгибание на шведской стенке, вроде уголка, есть более легкие и простые упражнения. И самое эффективное главное, пока человек не переведет свой метаболизм в плане получения энергии с гликолиза, то есть с расщепления глюкозы, на китоз, то есть на расщепление жиров до энергии, когда для получения энергии расходуются именно жиры, а не быстрые углеводы. Вот тогда начинают расходоваться, расщепляться сами жиры, в том числе жиры, получаемые и из пищи, и собственная излишняя жировая ткань организма до природной запрограммированной нормы. Ну а теперь условно вторая часть этого видео, самые полезные жиры для сжигания собственного жира, в том числе для сжигания жира из печени и для улучшения, соответственно, ее работы, всех ее функций и задач. Итак, 4 основных жира и группы продуктов. Итак, первое, оливковое масло. Да, в нем содержится больше омега-9 жирных кислот, чем других, то есть омега-3, омега-6. Самые важные, конечно, омега-3, но еще важно соотношение. В общем, омега-9 жирные кислоты снимают воспаление и улучшают работу жирной печени. Но оливковое масло должно быть только первого и холодного отжима, и только органическое. Но я сам жду, когда, наконец, придет, редко приходят эти партии, лучшего из всех возможных оливковых масел, именно с острова Тасос. Это совершенно по объективным причинам, почему дам вам ссылку и на само это масло, и на то видео, где про эти оливки и масло из них сказано. Второе, кокосовое масло, но только первого холодного отжима, и не путайте, пожалуйста, его с пальмовым, тем более пальмовым рафинированным маслом. Кокосовое органическое масло, полученное холодным способом, безумно полезно. У него уникальные свойства, в том числе антисептические. Я очень вам рекомендую посмотреть вот это видео про производство настоящего кокосового масла. Ссылку также оставлю в описании под этим видео. Третье, яичные желтки. Но это кладезь полезных элементов. Во-первых, и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, и витамин D3, так дефицитный и необходимый для каждого из нас, и витамин B12, и витамины А, Е и прочее, и прочее. А холестерин, по сути, дословно переводится животный жир, это суть этого термина. Так вот, его бояться не надо, если вы, конечно, не едите много сладкого и не получаете излишних калорий из пищи. Но только уж если вы это едите, ешьте желтки от яиц кур свободного выпаса и потребляющих не промышленные комбикорма, а натуральные, естественные, органические собственного производства. Но, конечно, я рекомендую очень. Учитывать этическую составляющую, чтобы этих кур потом, когда они бедные перестанут работать, что называется, то есть нести яйца, не убивали. Ну, конечно, для большинства людей это не важно. Для меня важно, поэтому я об этом говорю. И мы сами содержим именно так кур. Четвертое. Рыбий жир и аналоги. Прошу минуту внимания для очень важной информации и продолжу. И, конечно, надо сказать про спрей для носоглотки и носа, о котором тоже выходило видео отдельно. Я настоятельно рекомендую тем, кто еще не видел, посмотреть. Вы просто будете поражены. То есть это реальная возможность не только снять отеки заложенности носа на носоглотке, но и убрать зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А это приводит и к не только высушиванию слизистой, но и к образованию полипов и к другим проблемам. Этот препарат уникален. Я рекомендую его применять. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Итак, пункт номер 4. То есть я говорю о омега-3, полиненасыщенных жирных кислотах. Но, конечно, тут очень важен баланс. И вот это отдельная тема, но ее я подробно пояснял в своем одноименном видео, которое я оставлю по ссылке в описании. Кратко так. Если вы не веган, то тогда принимайте, как это и было в СССР, рыбий жир. Или ешьте печень трески. Благо теперь омега-3 из рыбьего жира, то есть сам по сути рыбий жир, есть в капсулах. Потому что пить его для большинства людей противно из-за специфического запаха. Если вы веган, веган, сыроед, то вот это масло 4 в 1, это самое лучшее, что только может быть, ну и для любого человека. И даже если вы мясоед, почему? Ну потому что в нем есть и омега-3, и жирные кислоты, а именно самые главные из них ЭПК и ДГК. И масло это берется не с какой-то синтетики химии, а выжимается, по сути, сорбируется из лишайников. Это симбиоз гриба и водоросли. То есть полностью натуральное, органическое, экологически чистое сырье. Ну а помимо омега-3, ЭПК, ДГК, в этом масле есть и витамин Д3, и К2, необходимый для того, чтобы не вымывался кальций из кости. Доносят кальций в кость, как вы знаете, витамин Д3, а вот чтобы он там оставался, необходим витамин К2. Так вот он там есть. Чтобы вы изучили, могли понять, ссылочку тоже, кому интересно, оставлю под этим видео. Ну, конечно, есть и веганские, и невеганские капсулы. То есть БАДы с омега-3. Главное, если будете покупать в БАДах, смотрите, чтобы там были обязательно указаны в составе ЭПК и ДГК омега-3 жирные кислоты. Это самое главное. Ну, если уж кто ест рыбу и будет есть, то тогда, по крайней мере, ешьте жирную, и не вареную-жареную, где мало чего полезного остается, а сырую, например, подсоленного, но дикого, конечно, лосося, не из садков, которые кормятся комбикармами, содержащие ГМО-составляющие и прочую гадость. А чтобы не подцепить паразитов, кто-то скажет, сырая же рыба, правильно говорите, очень просто, замораживайте, затем порционно размораживайте, в заморозке и хранится долго. Если это глузурированная водой и в стретч-пленку потом обернутой, то это хранится годами при соответствующем минусе. Это и удобство, и запас, и сохранность всех питательных веществ. Природный способ сохранности заморозка. Но так как я сам веган, то я советую вместо рыбы потреблять спирулину, хлорелу, эти уникальные водоросли, но только органические обязательно, био. Тут химия, токсины разные, недопустимые. Плюс указанное мною выше масло. Разумеется, потребляйте и льняное масло первого холодного отжима, но оно быстро окисляется, и потому должны соблюдаться очень строгие нормы производства упаковки хранения. И, конечно, органовое масло с уникальным его составом, с высокой концентрацией витамина Е в гамма-модификации, это очень сильный антиоксидант. Помимо этого я советую есть авокадо, это чистый жир, а в природе чистых жиров очень мало. У кого жирная, больная, дряблая, фиброзная печень, конечно же, принимайте отдельно, дополнительно витамин В4, он называется холин. Он расщепляет жиры в печень. Для гарантированного оздоровления печени, даже ожиревшей, даже фиброзной, можно и стоит дополнительно принимать желчные соли, ну, хотя бы месяца два подряд. Важно перейти на интервальное голодание, то есть интервальное питание, перейти на веганское кето-питание, убрать из рациона питание сахар и все сладкое, не потреблять более 25 грамм, чистого сахара, в скобках глюкоза, фруктоза, сахароза, получаемого вами, съедаемый из всех продуктов, которые вы съедаете за один день. Тогда начнет работать второй из двух всего возможных видов обмена веществ в плане получения энергии, то есть запустится процесс кетоза. Таким образом, вы будете получать энергию, да еще и больше, не за счет расщепления сахаров, а за счет расщепления жиров. И бонусов к здоровью, там будет масса, помимо улучшения работы и выздоровления печени, а энергию вы будете получать также еще за счет собственных запасов жиров в организме в виде складок отвисшего живота и так далее. То есть, наконец-то и впервые, может быть, у вас будет уменьшаться живот, уменьшаться подкожный и висцеральный жир, то есть жир внутренних органов, самый вредный и опасный, в том числе и жир печени. Дорогие товарищи, вам очень важно посмотреть вот эти три мои последние видео по печени. Они короткие, они полны важнейшей информации, я советую вам их конспектировать. Это сэкономит ваше время и увеличит продолжительность вашей жизни. Если вы, конечно, это не только посмотрите, а примете в жизни своей, будете следовать этим советам. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил, в той или иной связи, или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok